К итоговым испытаниям выпускники готовились долго. Прошли тернистый школьный путь длиною в 11 лет. Последний год упорно решали тесты. Помимо двух обязательных – математики и родного языка – одиннадцатиклассники сдают экзамены по выбору. Например, географию или литературу – предметы, которые необходимы для поступления в ВУЗ. Готовились мы за полгода вперёд, потому что тесты сложные. Но есть вопросы по Пуринестробе, которые нужно было заучить. Но зато мы ждём географию, и мы знаем больше о Приднестровье, о нашей местности. Находили кучу тестов, читали произведения, заново повторяли всё, что только можно было. Да, всю терминологию, роду литературы, сами произведения перечитывали. С надеждой на лучшее школьники заходят в аудитории. При входе сразу сдают организаторам мобильные телефоны и часы. У участников ЕГЭ необходимый набор – паспорт, пропуск, две чёрные ручки и бутылка воды без этикетки. Ничего лишнего. За партами не только школьники, но и военнослужащие. И это одно из главных нововведений в формат ЕГЭ в этом году. В отличие от прошлого года, в основном периоде сдачи ЕГЭ принимают участие не только выпускники Организации общего образования текущего года, а также выпускники системы профобразования, а также выпускники прошлых лет. Ещё одно отличие от ЕГЭ прошлых лет – это форма. Математику принимают на двух уровнях – базовом и профильном. Ученик вправе выбрать любой или оба сразу. Их проводят в разные дни. Базовый уровень легче, он без задания группы С. В этом году профильный уровень по математике сдавали 1700 учащихся. Сейчас работа кипит в Центре экспертизы качества образования. Каждую минуту сюда поступают звонки с пунктов проведения ЕГЭ с вопросами по экзамену. Звонят родители и школьники с возмущениями и жалобами на результаты. Здесь профильная комиссия по предметам проверяет экзаменационные работы всех выпускников преднестровских школ. Если ребёнок пишет апелляцию, то в таком случае он указывает в апелляции конкретно, с оценкой какого задания он не согласен. Сразу скажу, что апелляции, прошу пересмотреть работу в связи с тем, что не согласен с оценкой, такие апелляции не принимаются. ЕГЭ по родному языку сдали 2800 человек. Из них 2% сдавали экзамен на украинском языке, 9% на молдавском и 89% на русском. В Министерстве просвещения признаются – результаты удивили. Эти показатели намного выше показателей прошлого года. Средний балл 4. В прошлом году был где-то 3,5% на предварительном тестировании, а сегодня предварительные результаты нам показывают средний балл 3,9-4%. Это тоже высокий средний балл. Качество – 74%. Средний балл по результатам ЕГЭ и процент качества знаний по родному языку могут стать выше. Пересдать экзамен можно будет 22 июня. Улучшить результаты по математике – 17 июня. А остальные предметы, которые были на выбор – 21 июня. Дополнительный период проведения ЕГЭ начнется с 18 июля и завершится 30-го. Это возможность для тех, кто не попал в основной период тестирования – выпускники прошлых лет, выпускники начального и среднего профильного образования, граждане иностранных государств. В этом году 700 преднестровцев сдадут ЕГЭ Российской Федерации. Из-за большого наплыва желающих тестирование проведут в два периода. Первый стартовал 27 мая и пройдет до 20 июня. К нему допустят 300 выпускников. Остальные будут сдавать в резервные дни – с 22 по 30 июня.